Охранник до сих пор без форменного обландирования, шеврончиков нет. Какое принадлежие он к частной охране, охранному предмету непонятно. Удостоверения не имеет, граждан не предъявляет. Замечание пущет, и... Предъявить удостоверение. Вот, смотрите, исправление за исправлением. Кто такой вообще, через предъявление? Перекресток тут. Тут Володя, смотрите, что с Володей. Встреча с охраной не прошла даром. Ну ладно. Протопоповский переулок, дом 3, перекресток круглосуточный, где очень наглые продавцы и охрана, ну, так называемая охрана, потому что нет удостоверения, не предъявляют, формы нет. Такие, непонятно кто, ряженые. Поэтому сегодня мы здесь случайно оказались рядом. И приглашаю всех зайти внутрь. Что, пойдем? Пойдем, пойдем. В прямом эфире? Пойдем. Конечно. Обращу ваше внимание, что съемка здесь запрещена. Поэтому все выключить камеры, иначе они будут разбиты. Ну что тут, Вова? Здесь у нас все нормально, новый охранник. В форме уже ходят, да? Здрасте. Нет, ну всегда, 19 лет я в форме. Вот, видите, 12 лет человек в форме ходит. А вы охранник, да? А где предыдущий? Что-то уже делается. Уболился? Уболился? Уболился. У вас тоже нет удостоверения? Какого? У частного охранника? Не виделся. Вы покажете? Чтобы кто-то не принесли. Значит, нет. Ну, видите, к сожалению, охрана до сих пор нарушает нас. Почему? Закон о частной охранной деятельности и не носит с собой удостоверение, не предъявляет по требованию граждан. Я почему? Я предъявлю вам, я сейчас принесу. Закон сейчас не предъявит и все нарушено. Так, ну, запишем. И вот сколько нарушений ходите? С синяком кое-как. Так вы спросите, откуда? От вашего брата. Я такой не могу. В общем, синяком ходить тут нельзя, в перекрестке. Пойдем. Здесь у нас в перекрестке. В виде наказания может быть использована такая функция потребительского экстремизма, на самом деле. Есть товар, на котором написано на упаковке, что если вам не понравился... Вот, вы можете спросить, например, у сотрудников. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Чем можно помочь? Мы ищем качественные, свежие продукты, за которые вы отвечаете. А кто вы можете просто поставить? Да, Вова. Вот, и... Как? Владимир? Да. Какие именно продукты вы знаете? Качественные. Ну, что вы относите к качественным? Ну, сейчас, пожалуйста, мне в глаза снимите. Это акция с на место. Да я понял, ну, просто в глаза ступить не надо. Я вас не сяпил. Какие, какие именно, что... Качественные. Какую именно категории вас интересует? Всех абсолютно. Все съедобное. Просто недавно здесь было замечено много некачественных товаров. Кем было замечено? Нашими сотрудниками. Какими вашими сотрудниками? Компетентными. В отличие от сотрудников данного магазина, которые, кроме того, что не снимают просрочные товары. Они не могут считать сроки. Какой именно был? Какие именно были позиции? Я зовут Сергей. Представил... Я просто на должность выдавать. Был до этого администратор, по-моему. Я не спрашиваю, какой администратор. Я спрашиваю, какая продукция была замечена. А всякая, всякая. Разная. То есть, картофель был замечен, да? Тыква? Нет, это просто не смотри. Нет, ну так вы говорите, вся. Хорошо. Пирожные, сыры, колбасы. Какие сыры? Я есть, по-моему. Я не уверен, я не помню, что тут было. Я же помню. А вы были тогда? Вы присутствовали? Да, видите, вот у меня даже отпечаток остался. От кого? От посещения. От посещения. Вас здесь били? Нет, не здесь. Ну, а зачем вы говорите вот эту камеру? Ну, что... Что у вас остался какой-то отпечаток? Может, вы его нарисовали? Вот видите, мне в перекрестке нарисовали это. В какой перекрестке? Ну, вы только что сказали вам. В каком перекрестке нарисовали? Вы чего делаете? Ну, вы поняли. Мы рекламу делаем бесплатно. Не надо нам рекламу. У нас есть специальный отдел маркетинга, который занимается... Сегодня бесплатная реклама. Не надо нам рекламу. Спасибо. Если вы хотите проведить рекламную акцию, вы можете обратиться в центральный офис. Нет, у нас достаточно здесь. Еще раз говорю. Не надо нам проведить рекламу. Если вы пришли с целью рекламы, я вам еще раз говорю. Не надо нам проведить рекламу. Я здесь специальный... Я заказчик. Я заказал рекламу. Вы тогда согласуете? письменный запрос я в течение 30 дней предоставляю ответ нет вы говорите что у вас и присутствует собой как у охранника до сверения частного охранника он говорит просто погадать у охранника спросите за сверенье но у меня он где-то там я его принесу и что так и ответить но у него нет при себе надо его где-то забрать так же и я она есть я могу по вашему письменному я не являюсь охранником поэтому я с этим директором один поэтому прошу вас я говорю вы направите письменный запрос будьте любят представьте адрес по которому не предоставить письменный запрос стоп запрет gmail.com не могли бы вы предоставить эту бумажку туда записать нет нет у меня так к сожалению нет у вас наверное должна быть визитка какая-то телефончик мы не имеем права сфиксировать нет нет я не могу записывать это субличная почему у вас столько проблем почему вы ничего не можете никаких проблем это проблема вы утверждаете что вам сейчас поставили сейчас мы вам об этом расскажем а мы пойдем по очень важным делом я на чем-то остановился на чем я это на кроме того что тут не только качественный товар должен быть а он был не такой там какие-то терки а вот здесь попроши немножко здесь есть такой интересный товар если вам не понравится его вкус вы можете вернуть но категория есть такая товары интересная вот они кстати исправились было замечание сделано я удивлен появился год хотя раньше такого не поможет другой товарищ есть а есть такая замечательная штука вернем деньги если у вас не устроили вкус или качество продукта и прошлый раз я продегустировал и мне совершенно не понравился вкус деньги вернули на самом деле да поэтому каждый может зайти если вы не устроить вкус тут пять пироженок на 5 если устроить то не верну к вашему а может быть все таки не найдем но пропали все те товары которые которые я видел в прошлый раз исправляются исправляются это не может не радовать потому что именно поэтому мы и вводим и все год есть хотя бы товары без года без года у нас нету даты а града должна быть весь этот товар вы скоро купите который уронил сотрудник перекрестка ничего страшного они уроняют всегда когда упаковывают этот товар наверно после этого появляется а нам выделили специально обученного человека который следит за нами он уже давно перешел на ты потому что подумал что со мной пил водку а этого не было салатик потому что во первых он открыт да так он три если даже судить по этой дате 20 но второго например не знаю не знаю сколько должна храниться а какой срок годности у нее до какого числа 12 суток с двадцатого февраля мои математические способности говорят мне о том что этот срок давно вышел как такое может быть так про по ценнику ценник срок это разные вещи правильно на ценнике написано на ценнике срок годности это разные вещи хорошо тогда изготовлен этот товар и откуда цифра двенадцать когда двенадцать суток это надо упакованы 10 0 3 и как так может быть что это она когда здесь написано 20 0 2 это ценник молодой человек это ценник да именно на нем должна быть все информация на ценник не сильно не ну вы мне принесли пустое ведро и уверяете что это оттуда а я оттуда оттуда или написано 22 февраля цена не изменялась 22 февраля то есть это не имеет отношения к самому товар то есть вот это это дата это не производство и упаковка товара это дата когда ценник вышел с принтера интересную информацию потребителей доносит каждый должен вот так спрашивать как он интересует вас срок годности и изготовления если вас интересует конечно мы предоставляем по запросу вот передоставили уже по запросу понятно ну хоть так не хоть так а так как положено по запросу правильное делается пацаны правильно на находка говорить капиталистов вот еси бы не вы у меня былашего кишки завернулись спасибо вам больше ребята уничтожайте уничтожайте капиталистов правильно вот такие как вы должны шаться вы извините ходить ходить по супермаркете мы наказыватьу правильно делайте дело правильно ребят течим заняться делающие спасибо большое было отличие Continue мой mobile решить спасибо большое привет приятного вечера А вы не представите, с какой должности вы занимаетесь? Что простите? Какую должность занимаетесь? Я в физике одежда. В физике одежда. Нельзя не доверять. То есть это радиоактивно еще? Пойдем дальше. Ну, с нами команда специально обученных... Не специально обученных персоналов. Ну хорошо, не специально обученных персоналов, как они выразились сами. Магазин не такой плохой, как могли бы подумать. В плане именно качества продукта. Я это честно заявлю, по качеству, по просрочке здесь очень мало было. Но отношения, общения никуда не греется. Кстати, рыбка. Это интересно. Может быть, они... Нет, вот нарезочка. Нарезочка. А что тут так воняет? Ну вообще... Кстати, мочу езжай какой-то, как будто еще. Как будто на нее суд. Есть такое. У нас цензура эта пройдет, да? Угу. Если так миленько взглянуть, то, например, вводим до 20.03. Ничего себе. Кстати, вот уже интересно. Может быть, скоро... Ну, это сейчас времени еще нет. 19... Показываю, что-то у меня... 19-13, да? Правильно? Показываю вам все. Ну, увеличьте. Упаковано 10.03, вот сегодня, правильно? В 7 утра, 8 минут. Срок реализации фасонной продукции 12 часов при температуре от 0 до 6. Если 7.08 плюс 12 часов, то это 19.08. Упаковано 10.10. А сейчас? 19.13. Ну, нашли просрочку в прямом эфире, господа. Покажи на мобилке. А? Покажи на мобилке. А, на мобилке. Я говорю, мы смотрим туда, потому что у нас там вторая камера. Нет, покажи на мобилке время. Я же показываю на мобилке. Еще раз покажи. 19.13, 10 марта. Ну, они просто не успевают сидеть. Но я бы на их месте заранее снимал, а не когда. Они снимают вечером. Вот реально всегда говорят, мы бы вечером сняли. Если хранится 12 часов, вы снимаете через 12 часов, либо раньше, но не позже. Ну, а мы это все возьмем. Вот, 7.09. 7.09? Ну, в общем, оно все такое. Да. Это мы все заберем. А жалко, кстати, все сотрудники. А, вот. А вот, знаете, просрочную продукцию нашел. Давайте поясним. Берите, любой на выбор возьмите. Вот берете одну. Я угощаю пока, остальное заберу. Будет до 20.03. Ну, давайте тогда купим. Да, конечно. Видите, об этом и была речь. Сотрудники магазина не умеют либо считать, либо специально вводят в заблуждение. Это нам предстоит выяснить при нашем расследовании. В нашем расследовании, которое мы производим. Ну, а мы посмотрим следующую партию. Это мы купим, потому что это до 20.03. Да, так и написано. Ну, тогда и купим. Следующая партия пошла. Это у нас храница при температуре... ...годин до 12. Ну, в принципе, написано все нормально. Здесь как раз все хорошо упаковано. Годин до изготовлено. Опять же. Вот это вот опять же пошла, но та же самая тема. Годин до 23.03. Ну, как нам и говорят. Но срок реализации фасонной продукции 12 часов. И с ней всегда проблема во всех магазинах, я заметил. Не любят соблюдать такой маленький срок. Думают, ну, нифига себе, 12 часов. Давайте продадим это через сутки. Если не купили. Поэтому в 7 часов 0,1 минуту... Я вообще немножко и просмотрел. Девятого они упаковали. То есть оно хранится в 12 часов, а просрочено на полтора дня. Ну, на сутки. Это, конечно, мы тоже заберем. А милые лица сотрудников можете и вы с ним. Еще лучше, смотрите. Вот такая-то рыбонька, да? Рыбонька. Ну, кто смотрит наши видосы, знает это выражение. Срок годности, бла-бла-бла-бла. Срок реализации, опять же, 12 часов. То есть, я говорю, всегда смотрите вот именно вот эту продукцию до 12 часов. Очень аккуратно. Годин, как всегда, там до апреля. Там, великое лето. Но упаковано 8.03. 8.70. 12 часов. И они либо реально этого не знают, либо вводят в заблуждение. Я вот не знаю, они не признаются. Ну, сегодня мы преподадим урок. Прямо идем. И, возможно, после этого они будут более тщательно смотреть на сроки, во-первых. А во-вторых, ну, хотя бы до них дойдет, как именно исчисляются сроки вообще, годности. Можно, конечно, мясо было бы посмотреть, но хочется уже просто приобрести одну вот эту продукцию. Сделаем такую контрольную закупку. Будет ли они у нас? Ну, там сотрудники видят камеру и сразу разбегаются. У них действует как-то она очень бояться, бояться. А ведь хорошему человеку, хорошему продавцу, хорошей фирме бесплатная реклама завсегда. Они только рады должны быть. Они говорят, нет, у нас нельзя, у нас надо согласовать. А мы идем на кассу. Ну, Павел, к сожалению, отказываются. Говорят, что-то завидло. А что вам завидят? Ну, хотя бы проблем. Я же сказал, что у меня все нормально было. Сейчас все уже здесь стою. Ну, кассирка оказалась исполнять свои служебные обязанности и послала нас. Поэтому идем на следующую кассу. Тяжело покупать перекрестки. Посылает, посылает. Я же говорил, что вернулся. Я вернулся. Своих не бросаем. Ну, у нас товар, который должен лежать в холодильнике, но, к сожалению, лежит просто в горячем прилавке. Он это, деньги забыл. Вот, значит, тебе спасибо за покупку. Здравствуйте. Здравствуйте. Пакет нужен? Нет, давайте будет без пакета. Без пакет? Для картинки лучше без пакета, короче. Карта магазина есть? Есть, но не будем пользоваться. Мы по полной будем платить, без всяких там баллов. Отвечать как по полной. А почему? С тех пор не справились. С тех пор, когда тут была наша группа, просто располагает все равно. Товар по акции не желаете? Не хватает нам 4 рубля 10 копеек. Это 1000 рублей. Нет, давайте. По карте оплаты? Нет. 595, наша сумма. И 90 копеек. Это они считаются. Сколько это не считаются? Меня спишут. А это... А заявляют сумму, которая не соответствует, на самом деле. Нет, если наличными будет, не... Ну, если вы же сказали... Вы же увидели, что карта будет... Ну, в общем, везде один обман. Чеки, к сожалению, рвут. И девушку отшивать неудобно. Правильно-правильно, обман. Но это неправильно. Сюда 300 рублей мне не дали вот здесь. О, нашел жарбан. Пришлось доказывать. Ну, сейчас мы докажем, и то, что здесь все это... А это все просрочено. А вы проверили, кстати? Типа, забыло, да? Вы сроки смотрите? Сдачи, да? Какая кассира? Скажите... Возвращаться мне доказано. Количество пересчитывали в кассу. Целых полчаса я стоял здесь в шаре, по поте, ждал до данили 300 рублей. Я сам в такой ситуации здесь был, да? То есть часами нужно доказывать, что ты не баран, да? Есть такая. Ну, кассира нам сказал, что сроки она не смотрит. Это не ее обязанности. И я с ней соглашусь. Все, пойдем дальше. Конечно, вам придется подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ставьте лайкосы. Пишите комментарии, все, что вы думаете. И не забывайте, конечно, жать колокольчик, когда вам будут вовремя приходить уведомления о том, что видосик новый вышел. Также подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте. Оказывается, есть, я просто не знал.